Жаловаться можно. Продолжает работать Народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире, а о полной перечне обращений будет опубликовано в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. И ко мне присоединяется дежурный Народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Роман, здравствуй. На что жаловались на этой неделе? Здравствуй, Катя. Жители заводского района рассказали, что уже месяц живут без воды. Огородная 181-1. Краны пересохли еще в апреле. Люди вынуждены покупать воду в магазинах, а в доме много детей и стариков. Жители Солнечного добиваются, чтобы сотрудники водоканала доделали свою работу. По словам Юлии Носиковой, на Уфимцево-6 рядом с детским садом уже зимы не закапывают яма. По словам женщины, в любой момент в яму могут провалиться малыши. Ясно, Рома. А с какими проблемами к нам еще обращаются? Очередной открытый колодец обнаружили пешеходы. Горожане рассказали, что провалиться можно около торгового центра «Город» на улице Слонова. К нам обратилась администрация ярмарки в Энгельсе. Сотрудники торгового комплекса рассказали, что утром перекрыли дорогу здания бетонными блоками. Зачем это сделали, никто не объяснил. Пробки, возмущение, ни пожарные, ни скорые, ни покупатели теперь проехать не могут, рассказали предприниматели. Я Карпачеву сказал, напиши заявление, что прекращен доступ всех коммунальных служб, включая МЧСников на территории. Не дай бог, что случится. Валентина Муратова жалуется на мусор на Откарскую дома номер 88. Уже месяц его никто не убирает. На свалку во дворе сетуют и жильцы дома номер 24 А, что на Вишневой. И никому до этого нет дела, обижаются горожане. Спасибо. Дежурный народный приемный Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. И если есть возможность проиллюстрировать их снимками или видеороликами, будем только рады. Продолжение следует...